Мужские и женские куртки. Позиция называется скип, это у нас в Голландии, категория экстра. Так, женская куртка небольшого размера, состояние отличное, без видимого износа. Куртки зимние, демисезонные тут встречаются. Так, мужская куртка большого размера. Состояние хорошее. Ликучки еще, видите, какие жесткие, отклеиваются хорошо, заклеиваются хорошо. Размер L. Воротник чистый. Так, капюшон есть, имеется. Вот он здесь. Так, куртка также без видимого износа, состояние хорошее. Тут размер поменьше, по-моему. Радует то, что капюшон на месте. Не потерялся. Бирки, а вот есть бирка. 176 см указан рост. Бальчиковая куртка. Так, женская куртка. Синтепон, по-моему, все-таки не пуховик. Нет, пуховик. Это пуховик. Размер M. Да, пуховик. Размер средний. Давайте посмотрим воротник. Воротник чистый, состояние хорошее. Рукава лобки тоже чистые, без видимого износа. Еще одна женская куртка. Так, катышков тут нет. Резинка эластичная, состояние хорошее. Замочек работает. Марка Cisley. Размер не указан. Синтепон. Так, 44-й написано. Состояние очень хорошее. Так, пальто большого размера. Элька. 52-54 указан размер. Это мужское пальто. Примерно 54-го. Размера немножко мятое. Но состояние хорошее. Надо будет отпарить. Так, следующая куртка тоже мужская. Вот много мужских курток должно быть здесь, в этой позиции. Пьер Карден. Воротник чистый. Состояние хорошее. Пуговицы тут все есть. Замок работает. Размер указан 40-й. Соответствует 46-му российскому размеру. В хорошем состоянии. Еще одна мужская куртка большого размера. Теплая куртка. С капюшоном. Замок работает. Кнопочки все на месте. Размер L. Куртка в хорошем состоянии. Рукава, локти чистые. Женская куртка большого размера. Весенняя тоненькая легкая куртка. Но это не ветровка, это именно куртка. Размер не указан, но явно большого размера данная куртка. Так, 46-й размер здесь указан. Еще одна женская куртка. Примерно 52-го российского размера. Кнопочки все на месте. Так, это, по-моему, мужская куртка. Размер указан XL. Воротник чистый. Капюшон должен был быть. Предусмотрен капюшон, но отсутствует. Состояние хорошее. Так, это у нас женская куртка марки Oliver. 176 см указан рост. То есть, получается подростковая куртка. Еще одна женская куртка. Синтепон, по-моему. Да, синтепон. Марка Binotti. Размер маленький. S. Капюшон не предусмотрен. Рукава, локти чистые. Но вот здесь вот уже есть небольшой, незначительный износ. По вот этим резинкам заметно. Но это категория экстра. Вот, по-моему, что это у нас в Голландии. Позиция называется скипуские женские куртки. Так, марка Crane. Спортивная женская куртка маленького размера. S. В хорошем состоянии. Просто решил посмотреть. Так, жилетка с капюшоном марки Nike. Вот тут есть капюшон еще. Размер 42-44. Получается где-то 48-50. Так, искусственный мехмус на капюшоне отстюривается. Замок работает. Марка Yesica. Еще одна жилетка. Большого размера L. Износ минимальный. Не на всех куртках есть. Хотя это категория экстра. Так, тут у нас размер 48-й указан европейский. А вот здесь капюшон. Капюшон тут есть, но я не буду вытаскивать. Закрою. Это мужская спортивная куртка. Еще одна куртка большого размера. Рукава и локти чистые. Брака нет. Замочек работает. L-ка. Видите, катушки. Чуть-чуть есть. Женская куртка большого размера. С капюшоном. Размер 2XL. Хорошее состояние. L-ка написано, но больше похоже на S-ку. Размер 48-50. То есть получается примерно 56-й. Российский размер. Женская куртка. Еще одна женская куртка. Размер, правда, не указан. Капюшон предусмотрен, но отсутствует. Это вроде вторая куртка без капюшона. Еще одно мужское пальто. Размер, правда, не указан. Состояние хорошее. Без видимого износа. Уголицы все на месте. Замочек работает. Женская куртка марка OneTouch. И размер, указанный европейский, 46-й. Получается 52-й. Российский размер. В хорошем состоянии. 46-й указанный европейский размер. Здесь тоже. А, вот это я проглядел. Ладно, мне подсказали. Видите, брак. Это вообще прожгли где-то. Но минус сразу. Минус одна куртка. Жилетка. Двусторонняя жилетка. С одной стороны красная. С другой стороны темно-синяя, по-моему, она. Состояние очень хорошее. Женская куртка небольшого размера. Марки Esprit. Это M. 56-й размер, указанный, мужская куртка. Сейчас буду здесь тоже смотреть. L-ка. Состояние хорошее, судя по резинкам. На поясе тоже резинка не растянутая, эластичная. Так, это пуховик женский. Правда, без капюшона. Марка Esprit. Капюшон предусмотрен, но отсутствует. Пуховик получается без капюшона. Жилетка мужская, большого размера. L-ка. Размер указанный 52-54. Состояние хорошее. Так, еще одна мужская куртка. Тоже большого размера. XL. Что-то там внутри есть. Ага, смотрите, подклад можно отстегнуть. Эта куртка превращается в ветровку. А внутри еще одна куртка. Да. Две куртки. Реклама есть про Макса, по-моему, или кто там, который две куртки носит одновременно. Вот как раз из этой серии. Жилетка большого размера. L-ка 52-54. Мужская тоненькая жилетка, прикольная. В хорошем состоянии. Женская маленькая куртка. Капюшон отсутствует. Утерян, пропит. А марка Oliver. Размер маленький. Незначительный износ есть просто по общему состоянию. Женская куртка большого размера с капюшоном. Вот здесь грязно, сразу видно. Тут тоже. Это, скорее всего, тоналка или что. Размер 46-й указан. Надо будет почистить желательно. Мужская куртка большого размера. Если вы обратили внимание, очень много было курток больших размеров. XL. Это мужская куртка с капюшоном. Капюшон спрятан вот здесь у нас, в воротнике. Состояние хорошее. Женская жилетка марки Clock House. Небольшого размера. Так, пухобик еще один. Размер M, S. То есть тот и другой указан. Наверное, 46-44, скорее всего. Мужской бомбе. Размер S. То есть маленький размер указан. Так, куртка марки Oliver. Размер XL. С капюшоном. Женская куртка. И последняя вещь из этого мышка осталась. Женская жилетка марки Giannino. Размер указан 40-й. Состояние хорошее. Соответствует 46-му российскому размеру. И на этом все. Доброе утро. Доброе утро. Продолжение следует...